Друзья, здравствуйте! Всех с прошедшими праздниками, Новым Годом, Рождеством. Сегодня у нас 8 января 2021 год. И я, наверное, пособирала по теплице, что у меня зацвело. Многие, я даже не заметила, что они зацвели. Например, как вот эта вот целогина. Это целогина Массанджиана. Я посмотрела, она так висела задом. Большое растение, крупный большой горшок. У него горшок 24 см. И до этого я очень хорошо всех поливала с удобрением. Последние где-то месяц-полтора, потому что, видно, я стала забывать. За удобрение полила воду и забыла. Но заметила, что стали цвести хуже. Поэтому я вернула опять удобрение. Поливаю их. Вот так вот они стали цвести неожиданно. По удобрению. Вот я использую это удобрение. Это у меня Петерс. Камера не фокусируется. Попробую на стол поставить. Пользуюсь я всегда этим удобрением. Для цветения есть там 20-20-20. Универсальным тоже пользуюсь. Но именно вот этим для цветения. Ну так вот вернемся к нашей целогине. Она висела. Я сейчас стала собирать. Думаю, на стол выставлю для съемки. Смотрю, заглядываю. А у нее распустился цветок. Так как она распускается быстро. Она растет цветонос. Ну, очень быстро. От появления недели две. Поэтому вполне я могла не заметить. Я стала брать ее, чтобы полить. Сухая очень. Блю цветок, думаю. Ну, тогда в общее видео попадет. Дальше у меня распустился в этом году. Потому что года три он у меня не цвел. Это бульбаш Элизабет А. Нет, бульбаш Элизабет Н. Бульбаш этот у меня года три не цвел. Не знаю, почему не хотел. Условия все те же. Может тоже, потому что стала я поливать с удобрением. И он у меня решил. Тоже появились цветоносы. Случайно я увидела. Они начали выделяться в длину. Потому что у меня никогда не слист. Садии роста. Там цветоносы сразу не похожи. Цветоносы это или рост. Ну и в общем решил порадовать. Светет долго. Недели две. Был еще один цветоносы. Там вот сзади. Остатки можно увидеть его. Он отцвел. Поэтому это уже попали в кадр эти цветоносы. Дальше будем идти. У нас тут цветет. Лоэлия Ансепс. Лоэлия Ансепс Альбовая. Вот вы знаете, я в себе ее покупала изначально как типовую. Покупала я в Италию на Тотах. Даже вот дырочка. Сейчас попробую. Вот его дырочка. Это было очень давно. Ну, это уже деленное растение мое. Это я дописала Альба. А было изначально Буэра. То есть тем более темная форма. Ну, вот такой вот пересорт. Пересорт приятный. Потому что растение редкая Альбовая форма. И вы знаете, я бы сказала, очень такое аристократичное. Имеет вот такую четкую, красивую форму. Изящное. Цветонос у меня рос 5 месяцев. Он очень длинный. Он где-то в длину 70 сантиметров. Очень долго. Когда уже бутоны начинают появляться в цветоносе, в чешуйках, тогда это происходит достаточно быстро. Неделька и цветы уже распускаются в полном. Цветок крупный, если я положу руку, да? Вот. Достаточно крупный. Дальше у меня здесь в прошлом году цвела, а в этом году она как-то в один лепесточек чуть-чуть не доразвился. Очень новый гибрид. Его вывели, по-моему, пару лет назад, даже он появился в продаже. Тут пока только распускается. Вот я дырочку его сейчас. Вот такой вот. Мел. Что-то там нагибридизировали такого интересного. Надо будет почитать. Ну, красиво. Я выбирала ее по цветку. Цветок вот такой. Ну, не обращайте внимания, что это губа, вернее, лепесток. В прошлый раз он хорошо все цвел. Ну, тут немножко чего-то не хватило ему. Дальше продолжает у меня цвести Биолара, Тахома Глейсер. Все цветет. Цветет и радует. И пахнет. Выставила я здесь еще один гибрид от Сузуки. Будет цвести двулистная котлея. Вот они бутончики. Развиваются уже достаточно хорошо, быстро. И она и роста растет, и цветет. Я сейчас достану ее в бирочку. Посмотрим, кто это. Потому что гибрид сложный. И вот цветение есть в интернете. Ах, пение Курода и Корода на Гутату. Вот такая вот будет. Там, по-моему, зеленый. Ну, такой интересный цветок должен быть. Распустилась тут тоже случайно, конечно же. Это Майкай Майюми. Куст у меня давно. Но можно видеть, что посажено оно у меня в Орхиату. Очень вредное растение. Многие показывают, что она цветет, трясно все. Его минус. Она не любит перепадов температур. Вот таких вот прохладных. У меня бывает теплицы. Плюс 12. Ну, не любит она этого. Прямо она сразу начинает гоноить росты. Начинает листья вот эта чернень. Поэтому я наверх ее не поднимаю. Ближе куда-то к батареи. И вообще все бросовольные котлеи бросовольного типа, они теплые. Они не любят холод вообще. Поэтому они иногда даже тяжело переносят пересылку в прохладное время года. Там еще бутончики. Доцветает Дуригана Фродита. Ну, очень красиво. Вот она даже отцветает. Цветок все равно сохраняется. Вся его красота. Просто потрясающе. Это уже один отсыл цветок, второй уже падает. Но даже падающий цветок, да, не меняет своей красоты. Распускается здесь у меня в этом году. Я даже ее тоже делила. Это пурпурата темная на давиану. Зимнее цветение. Как всегда, шикарное. У нее очень красиво. Летом он весь цветок такой вот розовый. А зимой он имеет вот такие вот рощерки. Это от пурпураты. Потому что в родителях пурпурата вот такая вот на давиану. Ну, и вот от этой пурпураты у нее вот эти вот петали прокрашенные. Вот так вот выделяются. Губа красивая, конечно. Пахнет очень похоже на давиану. Губа. Губа красавица. Четкий, красивый цветок. Она очень высокая. Если на фоне всего можно видеть, что растение такое достойное. Дальше тут у меня, это, наверное, самая прелесть, которую для меня лично это открытие. Это дендрохилум. Я сейчас бирочку его достану. Дендрохилум обычно не имеет маленькие цветки. Вот, хаппали. И вот этот дендрохилум, он привезен был из Филиппин. Там была как раз онлайн-продажа. Многие их купили. Но удалось акклиматизировать. Все хорошо. По цветочкам. Цветочки вот такой вот имеет лососевый цвет. Вот. Ну, пожалуйста, сфокусируйся. Наверное, от того, что шевелятся цветочки. Я их потрогала. Длинный цветонос такой вот. И цветочки распускаются по мере расцветания. Вот первые цветки распустились вчера. И цветочек такой округленький, ровненький. Ну, просто прелестная стена. Прелесть. Посажена она в мух, наполовину ассорхиаты. Может, помните, видео я получала орхидеи с Филиппин. Вот там вот я осадила вот этот дендрохилум. Вот. Спустя время, сколько прошло. И он зацвел. Не пахнет, потому что, наверное, я не слышу запаха. Дальше здесь у нас котлея веносто. Веносто – это гибрид. Ну, он же не хочет, не хочет никак. Ладно, попробую еще раз. Вот. Веносто – гибрид форбези на ладигезе. Такие две котлеи. Они где-то примерно в одном роде. Похожи, двулистные между собой. И вот этот гибрид получился, ну, очень такой вот изящный, красивый. Я бы назвала вот эти котлеи небольшие. Они все очень фотогеничные. Куда ни поставь, ни сфотографируй, фотки получаются просто потрясающие. Вот такие вот две небольшие. Дальше здесь у меня гибрид. Гибрид купленный в Таиланде цветущим в прошлом году. Поэтому я себе оставила это крупное большое растение. Цветочки. У нее, конечно, губа. Губа. Я сейчас ее вырву. Очень красивая, с прожилками. И причем даже на самих лепестках, причем я ее изначально даже себе оставила, у нее тоже имеются как прожилки вот эти вот венозные. Но вот, например, первый цветок, он не совсем ровный. А вот два последующих, они распустились из одного цветоноса, они более ровные. Вот я попробую. Ну, вот цветение очень большое. Очень тяжело фотографировать эти растения. Эти растения можно снимать только на видеокамеру. Фото я делала, но как не поставишь, ну, тяжело. Вот это двухмерное изображение не выдает. Все рюшисти растения, все вот эти вот его размерности. Ну, конечно, вот сравнивая, да, веносту и эту котлею, они разные. Хотя на фото веносту получается лучше. Правильно ли я ее называю? Веносту, все правильно. Вот я ее получила вот осенью с флоралии. И вот она зацвела. Причем она цветет, видно, с каждого роста. Такое очень компактное, красивое. Так, ну и здесь у меня, наверное, закончен фокс. Ну, никому уже, наверное, когда-то она была редкостью. У кого зацветала, о, фокс. А сейчас она, наверное, цветет уже у каждого. У меня лично она цветет с каждого роста. И вот цветочки рыженькие, потом они более светлые выцветают. Красивое, конечно, когда распускаются вот все четыре. И фото получается особенно на фоне неба голубого. Сейчас у нас дождь, поэтому фотографировать я особо даже ее не стала. Все равно она красивая, яркая, лисичка. Так, ну, вот такой вот обзорчик по поводу удобрения я рассказала. Ну, вот такие у меня цветуны. Январь месяц. У меня летом почти ничего не цветет. Зимой только вот все цветет. Февраль, январь. Причем ни насекомых никаких нету, потому что влажность большая, никто не разводится. И цветочки расцветают ровненькие, красивенькие. Люблю, наверное, это время года. Там у меня еще в теплице начинает зацветать дендробиум. Я покажу его. Дендробиум фаленопсис. Большое, вот на висто можно смотреть. Растение, конечно, вот цветок на уровне котлей. И вот когда вот это все расцветает, это, конечно, очень красиво. Там у меня еще вот наверху, вот цветонос можно видеть. Это у меня будет свисти Санта-Барбара. Из серии Лаэли, как я показывала, Лаэли Альбовая. Только это будет, это гибрид уже. И он такого будет персикового цвета, красивого будет свисти. У меня первый раз цветонос растит, она уже 6 месяцев. Поэтому очень-очень-очень жду. Так, здесь вернусь у меня тоже дендробиум. Рейнбов, по-моему, тоже много цветков. Ну, они, конечно, не такие, как рядышком гибрид. Вот, но тоже много цветков. Растение небольшое, там вот, там где-то далеко стоит сзади. Так, и тут у меня расцветает, тут рясное будет светение. Это гибрид, как я называю, типа артист, но он не артист у меня расцвел, а обычный, желтенький, с небольшими, вот так у него выходят цветоносы. Это вот эти австралийские дендробиумы. Вот они. Мой маленький дендробиум уже отсвел. Здесь я на камеру, конечно, не получилось его взять. И по поводу посадки, он сидит у меня у кора, вулканическая лава, камушки, уголь и все. То есть вот такой вот, он достаточно, с одной стороны, и сухой, но вот такой, больше каменистый субстрат. Кора 9-12 здесь. И в процентном соотношении где-то 70 коры, 10 лавы, 10 угля и 10, по-моему, я еще, а, пеностекло добавляла. Такое вот. Это вот австралийские дендробиумы. И этот дендробиум у меня также посажен, тоже там с вулканической лавой. И вот они очень хорошо акклиматизируются в этом субстрате. Ну, я думаю, что они плохо будут, конечно, растить в коре. Потому что я раньше читала, у них всего два, думаю, посажу правильно, как надо. Ну, растений, конечно, у меня становится все больше и больше. Раньше на том части не было горшков, это уже появились. Здесь много. Начинает заполняться вверх. Наверх я отпускаю, вернее, вешаю все растения уже, которые у меня очень большие. На столах им места, ну, не очень, а наверху у них места много, они растут хорошо. И все поленопсисы, у меня они в основном стоят вот там вот на стенках, на полочках. Очень сильно цветут. Я просто не успеваю их удобрять, поливать. Такие цветения, как они выдают в условиях теплицы, потому что, естественно, прохладно. И очень мне потом долго их приходится восстанавливать от цветения. Я сейчас покажу примерно, о чем я говорю. Я здесь поставила фаленопсис, ну, так, полюбоваться цветением. Вот это вот огромные рога для такого растения. Оно будет свистеть, все полностью будет усыпано цветами. Но листья потом становятся как тряпки. Я уже обрезаю цветоносный на стадии цветения, чтобы хотя бы его выходить. Ну, вот так вот закончим на фаленопсисах. Вернемся к цветущему столу. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, послушать вот такое вот праздничное видео в 2021 году. Пока-пока!